В канун недели о блудном сыне митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе возглавил всеночное обдение в храме Великомученика и Целителя Пантелеймона. О богослужении и об истории храма вы узнаете из нашего сюжета съемочная группа из Северной столицы. Слово Глебу Ильинскому. Храм Великомученика и Целителя Пантелеймона один из самых первых построенных в Северной столице. Желая приучить жителей к воде и морскому делу, Петр I устроил в 1718 году в истоке Фонтанки против летнего сада партикулярную верфь для постройки мелких судов для частных лиц. Одновременно для рабочих верфи была выстроена деревянная часовня. В советское время церковь была закрыта для молитвы. Лишь в 1994 году в храме возобновились богослужения. Сегодня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Ивросанофий совершает всеночное обдение Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. ПЕСНЯ 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 Помолиться в храм и приложиться к чудотворному образу святого Пантелеймона приезжают православные христиане со всего города. После богослужения молящиеся с вниманием слушали архипастерское слово, в котором владыка Варсонофий особое внимание уделил покаянию, ведь наступает неделя о блудном сыне. ПЕСНЯ 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 Все равно они тяготят над нами и смиряют нас постоянно, потому что помним о моих эти грехи и смиряемся перед Богом, смиряемся перед людьми, и это помогает нам очищать свою душу. В начале 20 века Господь просеял нашу церковь. Появился сон исповедников, мучеников, страдальцев за веру, которые десятками тысячи находились в лагерях, претерпевали мучения, продолжил Владыка. Они закалились в испытаниях, доказали свою любовь и преданность Богу. Сейчас таких нет, гони, но тем не менее живем в непростое время, когда тоже Господь нас испытывает, много будет искушений, насколько мы будем преданно Богу. Вот каждый из нас должен отвечать, будет перед Богом за то, что Он исполняет и не исполняет. Тех, кто вернутся к Богу, тех ждет великая радость и счастье в Царстве Небесном, а тех, кто не вернется, мы будем говорить о них в следующее воскресенье, когда будем вспоминать неделю Страшным Судьеем. Эти недели мы должны принести собрано, чтобы, очищая душу, постепенно приближаться к Богу, заключил митрополит Урсануфий. После проповеди Владыка наградил настоятеля храма Протерея Александра Румянцева, клириков и мирян патриаршами церковными наградами.